Уже больше за полгода протягивается война в Украине, которую вероломно и бесподставно развязал режим «Ёлупня Путина». Этот гневный режим кончатково поделил громадство. Я имею на увазе тое громадство, которое находилось под вплывом российской культуры. Утворились два вектора. Одни потребляют войну, а другие выступают супер, тем самым отчувающие на себе гонения и беззаконные дейные улады. А сегодня я, Сергей Беспалов, расскажу вам, какие российские знакомитости и лидеры миркованья выказались в обдаденной войне, про смелость одних и боязливости инших. А пока не начали, поставьте «падобайку» этому видео, а так само подпишитесь на канал. Ну что ж, а я начинаю! Начать хочется с Юрия Шевчука, лидера группы ДДТ, который мало того, что открыто осудил войну и правительство, при этом оставаясь в России, высказался о том, что Родина – это не задница президента. Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусорить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. За что его оштрафовали, и у группы начались проблемы с концертной деятельностью в России. Юра всегда был искренним и смелым человеком, и всегда осуждал все войны. Чего только стоит его приезд в Грозный, в самый разгар перво-чеченско-русской войны. Ваш помощник, наверное, какой-то, я не помню его имени, попросил не задавать вам острых вопросов, политических. Это как вас зовут? Юра Шевчук, да. Юра, это провокация. На другой стороне – Александр Маршал. Всю жизнь поющий о возврате СССР. Выступает исключительно за политику, проводимую Путиным. И не пропускает ни одного концерта в поддержку войны. И что значит Владимира Путина? Вы вели концерт на Красной площади в поддержку Владимира Путина. Ну и что? Я правильно понимаю, что вы сейчас его сторонник? Так я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы нет? Нет. Ну а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну, живите там. Более молодое поколение представляет рэпер Оксимирон. Открыто называющий войну войной. А развязавших эту войну политиков – преступниками. Кстати, буквально недавно он выпустил новый клип про старого гнома, где есть отсылка к бело-сине-белому флагу свободной России. Клип за считанные дни набрал миллионы просмотров. Советую вам его посмотреть. Фанаты не забывают о Трубадуре. Передаю привет Искай прокуратуре. Сейчас Мирон активно гастролирует по странам Европы и Северной Америки. Большую часть гонорара перенаправляя волонтерам и организациям, помогающим оставшимся без крова в результате агрессии России. А совсем недавно его творчество в РФ признано экстремистскими материалами. Так что Оксимирон все делает правильно. Тебя. О такой! Его же коллега по цеху, этнический украинец-рэпер Баста, решил отмолчаться. Даже под прямыми вопросами об отношении к происходящему, делает вид, что ничего не происходит. Я украинец, моя бабушка с Киева, моя девушка с Кривого Рога, моя мама украинка. До этого он позиционировал себя, как парень при понятиях и человек-слова, а на деле слился и продолжает получать от режима плюшки. Хотим напомнить вам, что Крым украинский. Крым украинский, я сказал, понял? Еще один рэпер Фейс тоже открыто озвучил свою позицию на беззаконие и военные преступления. И так же, как Оксимирон получил звание инагента. И из-за угрозы ареста Фейс вынужден был покинуть Россию. А вот другой, прости господи, как он себя называет рэпер Тимати, является активным сторонником режима и всего, что только с ним может быть связано. Будь то война или бургер за здоровье мэра Москвы, или указание прямой лояльности к Путину. Хотя начинал Тимати свою взлетную карьеру на потанцовке у Децела. И если бы не Кирилл Толмацкий, то эту звезду никто бы так и не увидел. Мой лучший друг – это президент Путин. Мой лучший друг – это президент Путин. А вот Децел был действительно человечищем. Настоящий русский пророк, за что и был убит путинским режимом. Но ФСБшная контора все это подстроила, как остановку сердца. Кстати, я советую вам ознакомиться с такими его последними песнями, как «Узурпаторов власть», «Синя-красные огни», «Пробки стройка грязь» и, конечно же, «Мысли глубоко», которые точь-в-точь описывают всю путинскую систему. «Мысли глубоко, пока есть мысл. Ищи среди слов, ищи среди чисел. Что, если реальность и есть вымысел? Запахом свинца примесью. Выльется вода полностью. Вот тогда пойдет слух по лесу. А когда война кончится, вам мои слова вспомнятся». Припев из песни «Мысли глубоко», написанная еще в 2018 году. Также на стороне добра стоит любимый музыкант «Нойз МС», который уже долгие годы стоит костью в горле путинского режима. С первых дней войны активно пропагандировал антивоенную позицию. А после прямых угроз со стороны ФСБ он был вынужден покинуть РФ. Сейчас музыкант активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины. «Леха в детском саду мечтал стать космонавтом, в камуфляжном скафандре, со щитом, автоматом, дубинкой и бить гуманоидов. Ненавидел мультфильм про Ката Леопольда». А рэпер и активный пропагандист запрещенных веществ, давно умерший Гуф, полностью скопировал поведение своего товарища Басты и решил красиво отмолчаться, периодически и в принудительном порядке, выступая на провластных мероприятиях. Ну что ж сказать, Гуф умер окончательно. Ты не знал, что это за фестиваль что ли тоже? Блин, у тебя может быть какой-то человек, которого ты можешь спросить про всю политическую херню? Ну конечно, у Таврида, это не значит, что это плохо, но это просто такой очень провластный фестиваль. Понимаешь, какой-нибудь Оксимирон на Тавриде никогда не выступит. Молодец. Ну что, вообще все равно, у кого брать деньги? Да. Да? Да. А его бывшая жена Айза также любит подлизать режимы Путина, а потом забанить тысячу своих подписчиц за критику под постом в Инстаграм. Ну а трэп-сцены перенесемся опять к рок-музыкантам. Борис Гребенщиков еще с советских времен всегда был на стороне добра и свобод, чего стоит его шедевр с песней про российскую пропаганду, подарившая название целому направлению ей противостоящей. У музыканта и сейчас твердая позиция, от которой он не отступает. На стороне зла находится Валерий Кипелов, бывший солист культовой группы «Ария», автором песен, которой он никогда не являлся. Так Кипелов поддержал в 2014 году аннексию Крыма и вторжение на Донбасс. А теперь активно пропагандирует милитаристские высказывания и захватнические настроения. Человек, певший про свободу, но живущий рабом. В Симферополе и Севастополе. До скорой встречи, друзья. Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский уже давно находится за пределами РФ в США. Не просто высказался, а записал несколько работ, которые даже можно считать антивоенными гимнами. Респект Максу. В противовес ему выступает кризисный певец и ветеран какой-то там войны, но при этом откосивший от армии Олег Газманов, который, кстати, пытался выехать из России в самом начале войны. Но из-за своей открытой поддержки Путина не был впущен в Израиль. И теперь поет гимн всем, кто стоит в очереди за белой ладой. К слову, певец настолько востребован, что на его концерты людей загоняют силой и административным ресурсом, как Александра Солодуху. А совсем недавно Олежка хотел выступить в украинском городе Изюм, но ребята из ВСУ концерт запретили. Ну как запретили? Просто деоккупировали город и выгнали всех ватников из него. Интересно, получил ли Газманов деньги вперед за этот концерт? Ну а группа Каста еще до начала военных действий резко высказывалась против захватнических походов, коррупции и тонко троллила власть. А после 24 февраля, после попадания в черный список артистов, часть из ребят отказались выступать в России до полного прекращения агрессии со стороны путинского режима в отношении Украины. Мы много раз слышали государственный гимн России, как и все, но он не вызывал в нас серьезного сильного чувства, которое, по идее, должен. И мы написали свой, который такие чувства вызывает. Просим обратить внимание на наш гимн России и рассмотреть его в качестве альтернативы. Любимая группа Путина Любе за все время восседания на Кремлевском троне никогда не имела проблем с концертами и гонорарами. И, в свою очередь, платила любовью любому покровителю, будь то советская власть, Ельцин или Путин. Ни одно сборище пропаганды не обходилось без их выступления и культивирования милитаристских настроений толпы. За нами Москва! За президента! За мир без нацизма! А теперь плавненько перейдем к популярному жанру стендап, в последние годы так популярному в России. Одним из ярких представителей этого жанра является Данила Поперечный. И отношение общества к его творчеству неоднозначное. Но вот отношение самого комика к обществу, поддерживающему войну, куда более определенное. Поперечный открыто выступал против войны и знатно троллил власть, угрожающему ему штрафами и сроком за дискредитацию вооруженных сил РФ. Киев и Украина это родное для меня место. Владимир Владимирович Путин, мы против войны. Алексей Щербаков – яркий представитель путинистов и русскомирности. И сценарический образ скупого, необразованного, хомоватого пацана с района. Леша считает, что Путин наведет порядок везде. И что только силой можно решать все проблемы. Проблемы воспитания и образования налицо. Парк развлечений, Санта-Моник. У нас не пустили, а негры пустили всех. Ничего, ничего, Володя для вас приготовил подарочек. Скоро вот этого всего не будет. Родоначальник жанра стендапа в России Руслан Белый, кстати, бывший военный, а в своих выступлениях он очень часто поднимает проблему бедности, периферии, проваленные реформы и коррупцию. Еще до начала войны ему уже запрещали концерты и выступления за его гражданскую позицию. Я скажу, не надо раскачивать лодку. И мне это обидно, потому что они это говорят про нашу страну, а я гражданин России, и мне обидно, потому что какая лодка, какая лодка. Мы огромная страна, мы одна шестая часть суши. У нас президент, убийца, мы минимум пиратский корабль. Какая лодка. Миша Галустян, подаривший так много образов и персонажей, также расстроил и огорчил миллионы своих поклонников еще в 2014 году. Замазавшись дружбу с Кадыровым и сомнительными отмываниями бюджетных средств через фонды кино, Миша после 24 февраля решил тихонько отсидеться и не терять теплого места, периодически выступая на провластных мероприятиях и корпоративах для кремлевской верхушки. Успокойтесь, я сам пришел, потому что я здесь сам дойду до главного. Ну а теперь тяжелая артиллерия. Александр Невзоров. Человек неординарный, сам себе считающий, что был болен вирусом фашизма, но успешно от него излечился. Сейчас активно борется с путинизмом и российской пропагандой, разнося эти две субстанции элегантно и эрудированно. Ранее был очень приближен к власти имущим и содействовал восхождению дьявола на престол. Теперь пытается исправить эту ошибку. Также он легко получил гражданство Украины, попросив его у президента Владимира Зеленского. А вот его бывший товарищ Сергей Шнуров оказался обычной питерской куртизанкой. Человек, позиционирующий себя как свободоборец и бунтарь, дорвавшись до власти, превратился в обычного подакивающего лакея. И опустился даже до того, что снял заказной клип на Невзорова. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Я ему скажу, что хватит. Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин также высказал свою антивоенную позицию. И из любимчиков миллионов режим тут же попытался переформатировать его в маргиналы. Хотя, признаюсь, в ней его клип вызвал двусмысленные ощущения. В отличие от Григория Лепса, который спелся, спился с режимом и теперь разъезжает по госпиталям и оккупированным территориям с концертами. Где поет для людей, впервые выявших за пределы страны, песни, как «Он уедет жить в Лондон» и про рюмку водки. Вы поддерживаете все то, что произошло в Крыму? В Крыму? Да. Для России это, конечно, наверное, необходимо было. Поддерживаю я либо нет, вопрос такой, конечно, и так, и так можно повернуть. Но, наверное, для России это очень выгодно иметь Крым. Высказала свою позицию и певица Земфира, сняв клип на песню «В мясо», где четко дала оценку происходящему. Также певица активно участвует в программах помощи пострадавших о действии русской армии. А вот обладательница одного хита Юрия Чичерина яро выступает за агрессию и аннексию. Очень часто мелькает в кадрах пропаганды местного разлива. А как только пахнет жареным, тут же сливается и укатывается в закат. Как и ее творчество. Сейчас особо ярко проявляются проблемы с психикой этого человека. Но это никак не освобождает ее от ответственности. Актриса Кристина Асмус в своем инстаграме опубликовала в пост, в котором высказалось, что она против войны. За что ей теперь грозит штраф или арест. Ее же бывший мушку колд «Всея России» Гарик Харламов, который до всех событий был острый на высказывание и на все имел мнение, вдруг это мнение и острый язык спрятал в то место, где теперь будет находиться вся Россия из-за действий всего одного бункерного деда. Зато у вас теперь есть солнце вместо лампочек. На нем вы будете и жарить, и варить. А вы тысячу раз не слушали нас. Просто заплатили бы рублями за газ. А еще скоро наступит зима. Салют Литва. Юрий Дудь, человек, родившийся в Германии, украинец по происхождению, но всегда топящим за Россию, резко и однозначно высказался о войне и тех, кто ее развязал. Получил статус инагента. Сейчас активно берет интервью у тех, кто против войны и занимается волонтерской деятельностью. Ольга Бузова. Но тут сложно что-то сказать. Человек вполне может не понимать, что происходит, так как вышла она из дома 2. Поэтому в силу своего оскудаумия это туловище и поддерживает специальную военную операцию по геноциду украинского народа. Смотрите, какое дно. Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным в первые дни войны высказалась против действия режима и были вынуждены покинуть страну. Хотя если учитывать, что Пугачева пережила множество режимов и ее авторитет и связи настолько обширны, что она будет последним, кого будут трогать. О чем свидетельствует ее возвращение в Москву. Под предлогом, что детей нужно везти в школу. Вот вы вернулись в Москву. Что первым делом захотелось сделать? С друзьями встретиться? Да много чего. Морду набит от того человека. Кому? У так называемого короля-папсы Киркорова таких преференций нет. И скорее всего и не было. Ведь как только он огрызнулся на пропагандистов, то ему через малый промежуток времени пришлось выехать в военные госпитали, разбросанные по оккупированным территориям. А разъяренные украинцы по всему миру напоминают Филе, что такой зашквар ему не забудут. Это уже не просто инцидент, как с розовой кофточкой. Крыса ты, Кирюша! Крыса! Ничего не скажешь, да? Вот он! Ну он прям за тебя, мальчик с Украины, ты посмотри! Ты посмотри ему в глаза-то! Стыдно, да? Стыдно! Давай мне, чтоб приносить! Именно под такой ширмой политичности пытался соскочить с международного порицания комик Нурлан Сабуров, который недавно выкатил новый стендап про то, как его хейтит. А он даже не русский, а казах. Да только вещает он это на русскоязычную аудиторию и высокомерно высмеивает людей, призывающих его признать неправоту. Забавно, что я оказался жертвой русофобии. Еще хочется вспомнить легендарную группу Агата Кристи. Тут мнения разделились. Один брат Глеб против войны и делает клипы в поддержку Украины. А еще говорит, что общается с братом только насчет здоровья матери. Ну а второй брат плотно вошел в высшую лигу дружков Путина и поет и сочиняет песни советнику Путина Суркову. А также делают концерты на Донбассе и поддерживают Россию. Вот такой вот брат два. Можно еще шмат часу покинуть, чтобы понять, кто добрый россиян, а кто не. Если вам это интересно и виды наберешь шмат проглядов, мы сделаем другую частку, чтобы разобраться еще глубей. Например, сейчас шмат чуток в белорусском сегменте ходят про Максима Катца и Илю Варламова. Поставьте подобайку этому видео и поделитесь им сябрами. А если вам очень интересен мой проект, то можете задонатить мне. Это наилепшая форма поддержки за мою працу. С вами был Сергей Беспалов. До новых встреч! Слава Украине и Жыве Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова